Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами начинаем читать вторую книгу Ездры, книгу неканоническую. И я буду читать текст и давать свои комментарии. Естественно, я читаю по синодальному переводу. Насколько я знаю, других переводов этой книги нет. Но имеется ввиду на русский язык, конечно. Ну начнем. И совершил Сия в Иерусалиме пас у Господа своего, и закололи пасхальную ангцию в 14 день первого месяца. Человек, который здесь назван на Сия, это царь. Его считают одним из самых благочестивых царей. Он провел религиозную реформу, о которой чуть попозже скажу. И под влиянием чтения Священного Писания он совершает Пасху. В 14 день первого месяца это, естественно, месяц Ниссан. В 14 день месяца Ниссан. И почему он первый? Потому что это священный календарь. Потому что гражданский начинался с другого месяца, месяца Тиши. И поставил священников по чередам в облачении в храме Господнем. Череды это те самые череды, которые создал царь Давид. Он разделил всех священников на 24 череды, чтобы они попеременно служили. И сказал левитам, священнослужителям Израилем, осветите себе Господу до поставления святого ковчега Господня в храме, который построил царь Соломон, сын Давидов. Не нужно будет вам брать его на рамена. Служите теперь Господу Богу вашему и заботитесь о народе его Израиля. И устроитесь по родам поколений вашим по расписанию Давида, царя Израиля и по великолепию Соломону сына его. Вот что здесь интересно, ну значит, осветить себя Господу. В данном случае, если смотреть как бы в контексте Ветхого Завета, осветить это значит очистить, то есть пройти через определенный ритуал, чтобы стать ритуально чистым. И став ритуально чистым, у человека появляется возможность приблизиться Господу. Если человек находится в состоянии физической или ритуальной нечистоты, то он не может входить в храм, приносить жертвы, совершать какие-нибудь культовые действия. Значит, и вот дальше тут интересно про ковчег. Понятно, что речь идет о ковчеге Завета, но почему говорится, что они не могут его, вернее, им не нужно теперь брать его на плечи. Вообще, как бы, как все произошло. Царь Соломон построил храм, и левиты внесли ковчег Завета во святое святых, и там его оставили. А здесь из текста можно понять, что они, левиты, должны опять принести ковчег обратно в храм. Возможно, предполагают некоторые толкователи, при царствовании их нечистивых царей, чтобы ковчег Завета не был осквернен, или даже, может быть, разрублен на части, потому что он был сделан из золота, этот ковчег куда-то вынесли, куда-то спрятали. И вот наступает момент, когда нужно его внести. Ну и, однако, после того, как левиты внесут ковчег Завета, он должен там и стоять в храме, и чем они должны заниматься? Они заниматься должны воспитанием народа. Хотя можно понять и проще, что царь говорит, вы когда-то носили ковчег, но теперь ваша задача проповедовать Слово Божие. «И став во святилище по родовым левицким разрядам, вашим предбратьям вашим с нами Израиля, и заколите по усталу пасхальная акция, приготовьте жертву для братьев ваших, и совершайте пасу по заповедям Господним, данным Моисеем». Все священники были из колена левия, но кроме священников были просто левиты. И у каждого левита, в зависимости от его происхождения, было свое служение. То есть, он происходил из этой семьи, у него такое-то служение. И вот здесь как раз-то говорится по родовым левицким разрядам. Ну, пасхальный агнец, жертвы, это все понятно, если вы читали пяти книжек, книгу Исход и книгу Левит. «И дал Иосия в дар находившись им там народу 30 тысяч агнцев и козлов, и три тысячи тельцов, это по обету дано от царских стад народу и священникам и левитам». Это большая жертва. Не надо представлять, что у евреев, которые были все-таки животноводы, были огромные стада. Ну, посмотрите на карту Израиля, вы увидите, насколько она маленькая, где там разводить стада. Поэтому то, что здесь 30 тысяч агнцев и козлов, и три тысячи тельцов, это огромное число. Кстати, еще такое замечание. Когда мы читаем слово «агнец» или «телец», то что мы представляем? Ну, ягненка, да, или теленочка. Однако, это не ягненок и не теленок. Агнец – это годовалый барашек, а вы можете представить, какого он размера. И, соответственно, телец – это тоже годовалый. То есть, это большое животное. Большое, молодое и большое. То есть, это достаточно дорогой дар. И далее Хелкия, и Захария, и Иил, начальствующие в храме священникам на Пасху, 2600 овец и 300 валов. Значит, вот здесь упомянут Хелкия. Это тот первый священник, который нашел при ремонте Иерусалимского храма свиток закона Божьего. Этот свиток он потом передал царю, и царь прочитал его, и на основании прочитанного он стал проводить те самые реформы, которые описаны в книгах царств, в книге про Альпомена. Захария и Иил – это какие-то начальствующие. Обычно, правда, в храме был один начальствующий, но, видимо, здесь перечислены вообще те, кто управлял храмом. Девятый стих. И Ихония, Самии, Инофанайл, брат его, Иосавия, Ихил, Иоран, тысячи начальники, дали левитам на плоску 5000 овец и 700 валов. Если мы возьмем параллельный текст, который находится во второй книге про Альпомена, то вот на месте этих людей стоят другие имена. Поэтому здесь они названы начальниками. В другом месте они начальниками левитов названы. И вот почему такое расхождение, ну, как бы не очень понятно. Возможно, здесь просто действительно ошибка. То есть человек, когда составлял эту книгу, а я уже хочу напомнить, что эта книга является компиляцией, он просто ошибся. Либо он использовал какие-то источники, в которых стояли вот эти имена. Когда это происходило, священникам и левитам боголепно стояли по поколениям и родовым преимуществам, держа опресники пред народом. Ну, опресники – это пресный хлеб. И его использовали во время богослужения, во время жертвоприношения. И конкретно на Пасху только опресниками евреи должны питались. Чтобы приносить жертву Господу, вот предписано в книге Моисеевому. Это книга исхода, книга левит. Это было в раннее время, то есть описывается утреннее жертвоприношение. Испекли пасхальные агнцы на огне, как надлежало, а жертвы варили в медных сосудах, в которых боговониями отнесли всему народу. Напоминаю, как все это происходило. Закалывали вот этих барашков, их готовили, затем запекали. И вот этого запеченного агнца, еле одевшись, подпоясавшись, это считалось участием жертвоприношения. Но вот здесь также сказано, что варили еще жертвы. Это что это такое? Кроме пасхальных агнцев приносили так называемые мирные жертвы. Мирная жертва, это жертва, которая разделялась на три части. Одну часть, самую маленькую, сжигали на жертвенники. Это как бы была часть Господа. Еще одну часть отдавались священникам, ну и левитам, естественно. Они от нее ели. А большую часть возвращали тем, кто принес эту жертву, и они тоже ели. Вот здесь варили вот эти жертвы. А их положено было варить. Вот как раз эти мирные жертвы. Значит, вкатывалось с благовониями, это со специями. После того приготовили для себя и для священников братья и сынов Лаарона. Ибо священники приносили туг до позднего времени, а потом левиты и приготовляли для себя и для священников братья и сынов Лаарона. Значит, туг это внутренний жир. Именно он использовался во время мирных жертв, и его обязательно сжигали. Одни авторы говорят, что вот туг как самый дорогой, ну типа жирное мясо. Другие говорят, что наоборот туг это то, что нельзя было есть. Священопевцы же, сыны Асафова, находились на местах свои по установлению Давида, и Асаф, и Захария, и Юдинус, который был от царя. Вот здесь есть определенная сложность в этом тексте. Значит, священопевцы, сыны Асафовы. Асаф – это один из левитов, которого царь Давид назначил петь в храме. Здесь понятно. Ну вот дальше упомянут, снова идет имя Асаф и Захария. Значит, но если посмотреть во второй книге про Липоменон, там немножечко по-другому упомянуто. Там написано так, по установлению Давида и Асафа. То есть, не Асаф здесь был, а было установление Давида и Асафа. Ну и, конечно, упомянуты некоторые другие имена. Хорошо, идемте дальше. И привратникам при каждом воротах не позволяло составлять свои череды, потому что для них приготовляли братьев левиты. Значит, кто эти привратники? Это либо левиты, либо специально назначенные люди, которые несли вот это служение при вратах. Возможно, даже они не были левитами. И если предположить, что они принадлежали такой категории служителей храма, которые назывались нефинеи. И совершило в тот день все, что принадлежало к жертвоприношению Господа при совершении Пасхи и приношению в сожжение на жертвование Господним по ввелению царя Иосии. И совершали сыны Израиля, в то время находившиеся там, Пасху и праздник опресноков, семь дней. Действительно, Священное Писание говорит, что Пасха и далее должно быть семь дней опресноков. То есть, евреи питались только пресным хлебом. Вернее, не так. Вместо квасного хлеба они ели пресный хлеб. Естественно, они не только одним хлебом питались. И не совершалось такой Пасхи в Израиле от времен Цумула Пророков. Вот здесь тоже интересно, потому что, если читать Священное Писание, то о праздновании Пасхи в основном говорится, конечно, в ранних книгах Библии. А вот как Пасха совершалась со времен Исхода, ну или там, со времен завоевания земли обетованной, потому что в книге Иисуса Навина сказано, что там Пасху совершали до вот этого времени, ну, до времени царя Иосии, то об этом практически нет упоминаний. Но вот здесь подчеркивается, что такое празднование было уникальным. И ни один из всех царей израильских не совершил такой Пасхи, которую совершил Иосия, и священники, и левиты, и иудеи, и все израильтяне, находящие в то время на жительстве Иерусалиме. В 18-й год царственной Иосии совершена сия Пасха. Что интересно, что книга начинается сразу с описания Пасхи. Некоторые исследователи считают, что, возможно, были еще какие-то главы, которые до нас не дошли. Дальше. Священное Писание рассказывает о войне с Египтом и гибели царя. 23-й стих. «И направлены были по прямому пути дела Иосии пред Господом от сердца в полное благочестие». Вот это выражение «И направлены были по прямому пути» – это уникальное выражение, оно больше в Библии нигде не встречается, но можно понять, что есть правильный, прямой путь, путь исполнения заповедей, и, видимо, царь шел по этому пути. Ну, или даже, точнее так, царь шел по этому пути. Бывший же при нем описан в прежних летописях о согрешавших и нечистых против Господа больше всякого народа и царства, и о чем они сознательно оскорбляли его, и за что слова Господа восстали против Израиля. Значит, есть какие-то книги, где рассказывается подробнее о царе и о других царях, которые были нечистивы, и которые получили наказание от Господа. Хорошо. Какие-то книги, это книги царств, книги про Альпомена, но еще в книгах царств, книги про Альпомену, напомянутые летописи царей израильских или царей иудейских. После всех-сих деяний Иосии случилось, что фараон царь египетский шел выглядеть к Аркамис при Ефрате. Иосия вышел навстречу ему. Значит, здесь не названо имя этого царя, фараона, это фараон Нехао. Но в других книгах Ветхого Завета он назван. Царь египетский послал к нему сказать, что мне и тебе, царь иудейский, не против тебя послан я от Господа Бога. Война моя на Ефрате, и ныне Господь со мной, и Господь побуждает меня отступи и не протився Господу. Значит, здесь что интересно, что царь египетский говорит от имени Бога, но имеет ли в виду он Яхве? У нас, конечно, написано, печатано с большой буквы, но возможно, что в данном случае, конечно, здесь нет исповедания истинного Бога. Он просто говорит, мой Бог послал меня туда-то, туда-то, ну и я не буду воевать с тобой. То есть, что царь египетский говорит царю иудейскому? Я пройду мимо твоего государства, потому что я иду воевать с другими людьми, я иду на Ефрат воевать, а ты не выходи, не бейся со мной, оставайся нейтральным. Но не возвратился Иосия на свою колесницу, решился бывать с ним, не вняв славу Иеремии пророка Иисус Господа. В это время было служение пророка Иеремии, и он как раз предупреждал царя, чтобы царь не шел воевать с египетским царем. Но, к сожалению, царь не послушался. И ступил с ним в сражение на поле Мегида и сошлись начальствующие к царю Иосии и сказал царь слугам своим, унесите меня с поля сражения, потому что я очень изнемог. И слуги это сейчас вынесли из строя. Ну, поле Мегидо это то самое поле, на котором будет происходить Армагеддон. Здесь не очень понятно, что за изнемог. Он был изранен. И слуги это сейчас вынесли из строя. И зашел он на вторую колесницу, и возвратился в Иерусалим, и умер и погребен. Гробница отцел своих. Здесь, конечно, так точка ставится. И вот очень интересно. Ведь царь Иосия был один из самых благочестивых царей. Его можно сравнить, наверное, с царем Давидом. И он даже сравнивается с царем Давидом. И вдруг такой, знаете, как он пошел воевать и погиб. И вот почему все-таки Ветхий Завет много раз говорит о том, что если ты будешь жить благочестиво, то ты проживешь долгую жизнь. А здесь он раз и умер. О царе плачут, о нем плачет народ, о нем плачет пророк. Это написано в летописи царей Иудейских. И то, что сделано Иосией, и слава его, и разумение закона Господней. Значит, разумение закона Господня, как я уже рассказывал, когда проводил царь ремонт храма, в храме нашли свиток закона. Этот свиток принесли царю, царей прочитал, и он настолько проникся словами закона, что стал исправлять жизнь Израиля на основании этой книги. Прежние же дела его и ныне упоминаем описаны в книге царей израильских и иудейских. Книга царей израильских иудейских может быть книга царств, может быть книга параллепомена, может быть какие-то еще и другие. Хорошо, идемте дальше. что же было при преемниках царя. И взял народ Иихонию, у нас в скобках Иоахаза, сын Иосии, поставили царю вместо Иосии отца его, когда ему было 23 года. Что здесь интересно? В греческом тексте стоит Иихония, но если обратиться к книге царств, то на самом деле преемником Иосии был именно Иохаз, о котором помянут он находится в скобках. Некая такая путаница. Откуда? Ну, тот самый компелитивный характер этой книги. Значит, и царствовал он в Иудее, в Иерусалиме три месяца и оставил его царь Египетский, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме. И наложил народ 100 талантов серебра, 1 талант золота. Значит, вроде 100 талантов серебра, 1 талант золота не очень большая сумма, но на самом деле там если смотреть в других книгах объясняется, что царь Египетский захватил территории и получается, что он отнял территорию, да еще и дань взял. И поставил царь Египетский и Акима, брат его, царем Иудеи и Иерусалима и связал вельмож, а Заракина, брат его, отвел в Египет. Вот, значит, здесь есть определенная сложность, потому что вот этот Заракин нигде больше кроме этой книги не упоминается и не очень понятно из в разных рукописях кто кого уводит. Значит, по нашему чтению получается, что у царя был брат, который был уведен в Египет вместе с этими вельможами. Но другие рукописи говорят следующее, что вот этот вот Заракин отвел этих вельмож в Египет. Как это было, не очень понятно, потому что действительно об этом, об этой истории не рассказывается в других канонических книгах. Читаем дальше. «И был же Аким 25 лет, когда воцарился над Иудеей и Иерусалимом, и делал он зло пред Господом. Против него вышел Новохадоносор, царь вавилонский, связал его медным узелом, отыл в Вавилон. И взяв некоторые священных сосудов Господа, Новохадоносор принес их в постел своему капище вавилоне, сказав о нем его развращение чести, написанное в книге летописей царских». Значит, тут есть определенная сложность. Смотрите как. Иаким, это царь, который воцарился потом, значит, он был нечестивый. Во время его царствования на Иудея нападает Новохадоносор второй, царь нововавилонской державы. Он захватывает Иерусалим, но в канонической книге говорится, что Аким умирает в Иерусалиме. Здесь же получается, что его отводят вавилон, чего как бы не было. Некоторые толкователи, которые пытаются соединить эту историю, обычно так объясняют, что царь собирался его отвезти вавилон, но не отвел, а вернул обратно. Ну и вот он был и дальше он был убит, этот царь, и погиб. Идемте дальше. И воцарился местом Иаким, сын его. Он был 18 лет, когда воцарился царем. Царство же в Иерусалиме три месяца и девять дней. Сделал он зло перед Господом и через год Иерусал послал и вавилон вместе со священными сосудами Господа. Снова захват Иерусалима, снова внесение части сосудов. Они потом окажутся в Вавилоне и в последний день или даже ночь Вавилонского царства из них будут пить вавилонские вельможи и правитель Вавилонии. Хорошо. Идемте дальше. Здесь упомянут год, что он через год его отвел. На самом деле там не через год, а меньше. Потому что три месяца он царствовал и десять дней. И год имеется в виду либо в конце года, либо в то время, когда выходили на войну. 46 стих. И назначил царем Иудеи Иерусалим Сидыкию, который был 21 года. Царство он 11 лет. И дел он зло перед Господом. Не в нем слава сказано пророка Иеремии, а тут Господа. И был связан царем Новохудоносора клятву имя Господа. Нарушил клятву, отложился и ожесточил свое увы сердце и приступил закону Господу Бога Израилева. Несмотря на то, что Иерусалим несколько раз захватывался, но он не разрушался. И царь Новохудоносор пытался сделать Иудею такой лояльный и менял царей, чтобы они были спокойны. Вот поставил еще одного царя. Этот царь вместо того, чтобы жить в мире с вавилонянами и слушать пророка Иеремию, а пророк Иеремия постоянно говорил, что не надо воевать с вавилонянами. Все это очень плохо закончится. Вот он восстает и царь Новохудоносор приходит, захватывает храм, захватывает Иерусалим, разрушает храм и разрушает Иерусалим. Также и быв связан царя Новохудоносора клятва имя Господа нарушил клятву законы Господа Бога Израиля. Также и начальники народа и священника поступали весьма нечестиво, превосходя всех нечистотах, всех язычниках и осквернили освященный в Иерусалим храм Господень. Бог отцов их посылал вестников призывать их к обращению, так как щадил он их и жилище свое. Вестники это пророки, которые действительно приходили и предупреждали евреев, чтобы они исполняли закон Божий. Последний пророк, который проповедовал перед разрушением Иерусалима, это был как раз пророк Иеремия. Но они смеялись над вестниками его в тот самый день, который Господь говорил, они насмехались над пророками его. Однажды пророк Иеремия написал свои пророчества в такой свиток, и этот свиток был принесен царю, и начали царю читать. Была зима, что делал царь? Он слушает, что читает, ему прочитывали, потом брал ножичек, отрезал такой листок от этого свитка и бросал жару в него. Его предупреждали даже вельможи, даже министры, ему говорят, это пророк тебе говорит, царь не слушался. Доколе он, то есть Бог, прогневавшись на народ свой за нечестие, повелел восстать царем халдейским. Царь халдейский, откуда это название, вот та территория, где находился Вавилон, она называлась Халдея, почему? Потому что когда-то там жили, жил народ, который назывались Халдеи, потом этот народ растворился среди других народов, но это место так и осталось называться Халдеей, и поэтому цари халдейские, цари вавилонские, они избили юношей их, мечом вокруг святого храма их, не пощадили ни юношей, ни девицы, ни старого, ни молодого, но все были предам руки их, и взяв священные сосуды Господни, большие и малые сосуды Ковчега Господни и царские сокровища взяли они и отнесли в Вавилон, и сожгли дом Господни, разорили стены Иерусалима, и башни его сожгли огнем. Это вот как раз описание разрушения Иерусалима и храма в 586 году до Рождества Христового. И все великолепие его обратили в ничто, оставшись же от меча отвели в Вавилон, и они были рабами ему сына, в ям его да владычица персов, в исполнении слова Господня из уст Иеремии. Доколе земляне отпразднуют суббот своих во все время запустения своих, продолжение 70 лет она будет субботствовать. Евреи действительно были отведены в плен, об этом отведении в плен рассказывает, рассказывает, во-первых, конечно, книги Царств, книги про Липомена, ну и 136-й Псалом на реках Вавилонских, там мы сидели и плакали. Это продолжалось до завоевания Вавилонской империи персами, Персидской империи, это произошло в 539-м, обычно так определяют, в 539-м году до Рождества Христова. Евреи после этого года по повелению или по разрешению царя Кира вернулись. В 58-м стихе есть очень интересный момент, говорится о субботстве земли, значит, и идет отсылка к книге пророка Иеремии. У Иеремии есть пророчество о 70-ти годах плена, но не говорится о субботстве, субботстве земли. То есть, это такое добавление. Что за субботство земли, чтобы было понятно? В пяти книжах есть такое повеление, что 6 лет нужно засевать поля, обрабатывать виноградники, сады, вот, и так должно продолжаться до седьмого года. Седьмой год это вот для всех, для всего Израиля. Шесть лет работали, и седьмой год был годом субботним. В этот год землю не засевали, виноградники не обрабатывали, оливки не собирали. Земля должна отдохнуть, субботствовать. Вот это вот субботний год. И значит, если евреи бы исполняли это повеление, то Господь в шестой год давал бы там двойной урожай в течение, то есть шесть лет работать, седьмой. И вот такими семилетними циклами евреи должны были жить. Семь семилетних циклов давали после окончания семи семилетних циклов был так называемый год юбилейный, пятидесятый год, в котором земля тоже должна была субботствовать, отдыхать. То есть она должна была отсубботствовать седьмой год седьмого семилетия и еще еще один год, пятидесятый год. То есть два года она должна была отдыхать раз в пятьдесят лет. Если бы евреи исполняли повеление о еще и юбилейном годе, Господь бы получается в сорок восьмой год выдавал бы двойной, не двойной, а тройной урожай, чтобы пережить субботний и юбилейный год. Но несмотря на такое четкое повеление, оно достаточно внятно рассказано в книге Левит, двадцать шестой, по-моему, главе, евреи не исполняли эту заповедь и нет упоминания исполнения заповедей о субботнем и юбилейном годе. Вот. И как бы вот эти семьдесят лет это семьдесят лет, которые накопились за время, когда евреи не исполняли вот эту заповедь о субботнем годе. И вот семьдесят лет, почему семьдесят лет? Потому что земля должна была отдохнуть от обрабатывания, то есть она должна субботствовать. Хорошо. Мы с вами прочитали первую главу второй книги Ездры. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова